Девчачий сезон Так, во-первых, к концу сезона я похудела на 1 килограмм, а это прекрасный тост, потому что я с начала сезона пожирела на 4. Поэтому для меня это хорошие новости. Всем привет, это Орел и Решка. Девчачий сезон! Всем привет, друзья. Всем привет, дорогие телезрители. Это финальный выпуск этого сезона. Да, крайний последний, финальный, заключительный. Мы решили подытожить этот сезон прекрасным, абсолютно нетуристическим, абсолютно неизведанным городом. Короче, город этот абсолютно неизведанный. Мы здесь первый раз и мне дичайше интересно по нему побродить или поездить, не знаю. Посмотрим, как покажет нам судьба. Решка ляжет. Орел. Решка. Ну-ка. А ну-ка попробуйте по одежде определить, кто по-богатому, кто по-бедному. Ну-ка, давайте. Ну-ка, все сейчас догадались. Ну-ка, кто будет по-богатому и смотрим, кто будет по-богатому. Юлька Коваль побеждает в этом бою. Хотя, мне кажется, да, я подправляю тебя. Ты будешь как человек, который сейчас пойдет охранять себе горизонт. Я Филиас Фок. Смотри, я вот так вот сделаю. Вот так. Где моя карта? Вот. И вот так вот уйду. Друзья, нам сейчас придется хорошенько попутешествовать. Целую, обнимаю. Пока. А что мне сказать? А мне нечего сказать, друзья. У меня на самом деле прекрасное настроение, потому что грустно оно будет на финалке. Сейчас оно прекрасное, потому что новый город, неизведанные ощущения. И я похудела на один килограмм. Не забываем. Ну и конечно же такси, автобусы или что там еще у нас есть. Мардин похож на магическую шкатулку из восточной сказки, открыв которую можно совершить путешествие во времени, познать невероятные тайны и сделать шокирующее открытие. Музыка. Примечательно то, друзья, что Амардин – город, неизведанный даже турками. Они мало что про него знают. Что уж говорить о туристах. Поэтому мне еще больше хочется поскорее ворваться в его центр и поскорее с ним познакомиться. Как же туда добраться из аэропорта? Попробуем такси. Сори, а хао мач такси? Шесть лир. Шесть лир? Шесть это мало? А, шестьдесят. Шесть ноль. Ага. Короче, это дофига. Я в любом случае не тяну. Окей, спасибо. Это слишком много для меня. Сори. Посмотрим, как обстоят дела с автобусами. Аааа, я буду до басса до Мардин. Окей, а я буду до Мардин. 10 минут, 15 минут. О, супер. Все, 10-15 минут и приедет автобус до Мардино. Ждем. Лучшая машина в Мардине – это кроссовер. Да и в принципе здесь не принято кичиться своими деньгами. Поэтому вот такой вот красивый новенький Пежо – то, что нужно. Аренда всего 150 долларов за два дня. Все, поехали. Странная ситуация с автобусами, потому что сейчас проехал автобус на Мардин, и все подорвались, встали к бордюру, чтобы заходить в него, но он проехал мимо. Это как бы что из-за шиточки, а? А уже 10 минут прошло. Ждем дальше, получается. Вот чтобы вы понимали, я стою здесь уже минут 20. И за это время ни один автобус не остановился на этой остановке. Неважно, Мардин, не Мардин. Просто ни один автобус, ни одна маршрутка здесь не остановились. Я так долго автобусы со школьных времен не ждала, вот правда. Боже, пусть это будет мой, написано Мардин. Нееееет! Что происходит? Почему? А почему они не остановились? Это нормально. Оказалось, что из-за пандемии здешние автобусы берут не больше 10 человек. И если он уже заполнен, то водитель попросту не останавливается. Поэтому, анализируя происходящее, вот вы видите, что все те люди, которые стояли со мной изначально, они по-прежнему стоят. То есть мы реально тут уже час стоим и ни один автобус нас не берет. Если 10 километров я пойду пешком, это я потеряю целый день. Такси мне брать не резонно за 10 баксов, чтобы 10 километров доехать до центра города. Поэтому мной было сейчас принято решение арендовать себе дешевую тачку. Что я, собственно говоря, и сделаю. Все. Ну что, за каких-то всего 22 доллара мне достается прекрасная, белая, красивая амацевежная Шкода. И это не может не радовать, друзья. Даже хорошо, что автобус не пришел. Полчаса и я доехала до города. Уверена, что многие из вас, как и я, до сегодняшнего дня даже не слышали о существовании Мардина. И вот пришло время знакомиться. Первое, что отличает Мардин от тысячи других городов, это его география. Он был основан как крепость на самой вершине горы. И по сей день большая часть города на горе и стоит. Вид, конечно, здесь просто помрачительный. Люди каждый день ходят, я думаю, что они уже к этому привыкли. Но даже мне, такому уже достаточно опытному путешественнику, в диковинку увидеть вот такой город на горе, просто чудо какое-то. И тут же вот открываются бескрайние поля, какие-то равнины, холмы. Второе, чем может похвастаться Мардин, это возраст. Когда и кем был основан город, доподлинно неизвестно. Но считается, что ему уже более пяти тысяч лет. Такая вот двухэтажная средневековая восточная сказка. Я очарована. И наконец третье. Весь город от самого маленького камушка до какой-нибудь ржавой замочной скважины считается памятником всемирного наследия. И здесь запрещено строить современное здание и вообще что-то менять. И город практически не меняется. Он выглядел ровно так же, если убрать какие-то вывески 200, 300, 500, 600 лет назад. Вы представляете? То есть он вообще не меняется. Красота какая впереди. Слушайте, ну вот реально город из песка, как будто песочный город. Вот это вот знаете, Арабская ночь, Восточная сказка, Аладдин, вот это вот все сюда. Самое интересное, что вместе с городом практически не изменилась и жизнь его жителей. Вы понимаете, что парни просто на скорости гоняют ослов? Вообще нормальный движ Париж, мы тут такие приехали на машинке в красном платье, а тут просто передо мной осел соревнуется с лошадью. И парни такие, вот это развлечение, вот это я понимаю. А не то, что наши сидят в интернете, вот это вот все. На ослах надо кататься. Ну реально, задумайте. И какой год скажете на дворе? 2020-й, серьезно? Осел с ящиками идет по улице. Чтобы лучше познакомиться с жизнью города, я решила бросить авто и прогуляться по Мардину. И как видите, жизнь здесь кипит на полную. Вот женятся двое влюбленных. О, невеста, смотрите, невеста. Блин, я хочу замуж. В смысле по-настоящему выйти замуж? У меня не было белого платья. Леша, блин. Тут студенты решили выяснить, кому из них подбегнула однокурсница. Драка. Вот она, горячая турецкая кровь. Жестко. Просто я обычно такое видела в сериалах, знаете, когда вот эти вот драки, выяснения отношений, вот это вот все горячая кровь. А тут сейчас я приезжаю в Турцию, буквально за моей спиной разворачиваются самые настоящие мужские страсти, как говорится. А здесь можно увидеть работу местных коммунальных служб. О, кстати, можете наблюдать, как собирают мусор на осликах. Прикольно. А еще я видела, когда прогуливалась, на осликах багаж отвозят в отель. Прикиньте, то есть ослы здесь выполняют абсолютно различные функции. От сбора мусора до переноски багажа. Лошади и ослы – главный транспорт Мордина. Дело в том, что город построен тогда, когда о машинах еще и речи не шло. И большинство здешних улочек – это бесконечные узкие каменные лестницы, по которым пройти можно только на своих двух или чих-то четырех. Поэтому в отель я поеду на вот таком прекрасном жеребце. Или это кобылка? Привет! Так, держусь. Поехали. Несмотря на то, что планировка улиц в Мардине выглядит хаотичной, на самом деле это не так. Такой лабиринт узких улочек выстроен древними мастерами с учетом местной розы ветров. Благодаря чему летом он работает как естественный кондиционер. Друзья, вы посмотрите, мы просто как будто бы где-то путешествуем во времени. Обалдеть, еще солнышко так пробивается сквозь эти старые стены. О боже. Главная достопримечательность Мардина – его центральная улица. Именно тут когда-то пролегал великий шелковый путь. Древний торговый маршрут, соединявший восток и запад нашего континента. И назначение этой улицы с тех пор ничуть не изменилось. Здесь, как и много лет назад, продают золото. Серебряные изделия, медную посуду, походные котомки, орехи и сухофрукты. Круто? Очень колоритно, мне очень нравится. Правда, я не ожидала. Я в восторге. Но главная фишка этого места – миндаль в голубой глазури. Купить которую можно только здесь. Пойдемте попробуем. Здрасте. Друзья, вот смотрите, это тот самый голубой миндаль. Такой необычный цвет ореху дает сладкий натуральный краситель, полученный из коры лохорского дерева. Нашла самое красивое местечко, чтобы попробовать этот известный, популярнейший голубой миндаль. Короче. Обычно мы привыкли, что миндаль нам продают в тонне сахара. И это правда. И сахара там больше, чем миндаля. Специально для того, чтобы был вес. А здесь абсолютно натуральный тоненький, тонюсенький краситель и огромный жирный вкусный миндаль. Пробуем. Очень вкусный, зажаристый. Вот прям очень грамотно зажаристый миндаль. И вот этот краситель, знаете, он такой, с чем бы сравнить вкус. На самом деле кроме сахара ничего не приходит, но он такой непритерный, как будто посыпка. Пудра, сахарная пудра. Вот. Вот такое вот вкусовое ощущение. С турецким чаем вообще отвал башки. Добро пожаловать ко мне в отель, друзья. Так, в кино люди просто такие и слетали с лошади. Но я все-таки… О! Ну я тоже нормально спрыгнула, скажи. Отель Морди у старих иконок одно из старейших зданий в городе. Ему около 700 лет. Когда-то здесь жили потомки султанов. Но сегодня они разъехались по стране, а чтобы дом не превратился в заброшку, сделали из него отель. Сохранив все в первозданном виде. Так, вот он мой Мутуаханым. Слушайте, друзья, ну тут вообще, вообще не было никакого ремонта. Это просто средневековый дворец. Восточный такой, обалдеть. Никаких тебе ни штукатурок, ни обоев. Посмотрите. Вы знаете, этот номер, я так понимаю, что это весь мой номер, да? Этот номер, он небольшой, но… И не надо, чтобы он был большой. И не хочется, чтобы здесь были какие-то вот эти вот палаты, палаты, палаты. Здесь такая атмосфера, ты как будто бы в музей пришел и тебе разрешили здесь пожить. Просто фантастика. В давние времена в Мордине богачи кичились не размером своего жилища, а качеством внутреннего убранства. Так спальня обязательно была оборудована. Резной мебелью из лучших пород дерева. Уникальными светильниками, сделанными лучшими умельцами. И широким ложе, декорированным дорогостоящими тканями. Ох, матрас шикарный, друзья, мягенький. Он прям обволакивает, он как облачко, нежнейшее. Но лежать в одежде здесь, это как-то даже не соответствует этому качеству матраса. Поэтому вечером мы все исправим, все с себя скинем и спать на нежнейшей восточной кровати. А вот уборная комната богача должна была быть просторной и обязательно иметь ванну с балдахином. Ну все, я думаю, что у меня есть план на вечер, да? Но главное, что должно было быть в доме любой уважающей себя знатной семьи Мордина – роскошная панорамная терраса. В средневековье турки, да и сейчас тоже, в летнее время всегда обедают и ужинают вот на таких террасах на самой крыше. Почему? Потому что солнышко, витамин Д. Они собираются всей семьей на вот таких топчанах, пьют турецкий чай или кофе и наслаждаются самым шикарным видом, который только можно себе представить. Идеальный вид. Арендовать номер в центре Мордина можно и не за все деньги мира. Ну что, пойдемте смотреть номер? Первая особенность моего отеля – его длиннющие коридоры. Мы уже в отеле, а кажется, как будто мы идем по какой-то улочке. Потому что все выполнено абсолютно в стилистике и концепции города. Слушайте, прям реально, как будто ты находишься в городе, пробираешься сквозь узкие улочки. Очень круто. Боже мой. А вот и город, пожалуйста, отсюда видно. Вот, пожалуйста, такие же улочки абсолютно, как и в этом отеле. Вторая особенность отеля – его аутентичные номера. Ну, посмотрим. Ух ты. Довольно-таки большая кровать. Абсолютно чистая, прекрасная белоснежная бельишка. Очень мягкий матрас. Вот, пожалуйста, столик. Два мягких кресла. У меня даже есть тут, смотрите, очаровательные миниатюрочки. Со всякими кондиционерами, шампунями, гелями для душа. Кофе, чаек, чайник, тапочки. Господи, такое вообще просто прили... А телевизор какой? У меня такого телевизора даже в детстве не было. Я не знаю, лет до семнадцати. А тут, посмотрите, какая плазма. Дальше туалетик. Маленький, но мне больше и не нужно. Здесь душ. Сразу, да, нет никаких перегородок. И вот это... Подмываться. Да, в общем-то и ладно. Будем отсюда воду черпать. Может быть отсюда надо наливать воды и черпать голову. Ах, точно! Да или нет? Ну вот смотри, стул. Ты вот так садишься. И черпаком моешь голову. Если не хочешь мыться в душе целиком. Такой же тоже может быть. Короче, балдеж. Ну и наконец третья особенность отеля. С моего отельчика открывается просто невероятный вид. Я тоже не ожидала, что он настолько невероятный. Ого! Тут же тебе и храм, тут же тебе и скалистые горы, какие-то древние постройки. Тут тебе и город просто потрясающий, красивейший, как будто из песка. Тут же и поля, равнины, холмы, деревья, крыши. Здесь все есть. Вот реально только что океаны или море не видно. Все остальное есть. Друзья, обязательно приезжайте. Вот она Турция, какая она разная бывает. Там и все Стамбул и Анталия, Стамбул и Анталия. Вот, пожалуйста. Посмотрите, какое великолепие. Вау! Ох, какой дворик сразу такой приятный, восточный. Недалеко от моего отеля находится ресторан Лейли Мьюс Мудфак. Лучшее место, чтобы познакомиться с традиционной мординской кухней. Друзья, посмотрите, как здесь атмосферно. Разожгли для меня камин. А сейчас на ваших глазах случится такой древний мординский обряд. Почетным гостям, перед тем, как они будут есть, моют руки. И приятно, и никто никакую заразу в дом не занесет. Хорошая традиция. На обед я заказала блюдо Кабурга Долма. Это ребра ягненка, которая сначала фарширует двумя видами риса, мясом, зеленью и семенами сосны. После жарят, а затем варят. Из-за этого приготовление Кабурга Долма занимает порядка пяти часов. Но я о приходе предупредила заранее, поэтому ждать мне не пришлось. О-о-о-о, боже, что? Что я опять назаказывала? Выяснилось, что блюдо это праздничное и обычно заказывается на компанию. Подается с разными соусами, соленьями и овощами. А теперь я сейчас расскажу вам, как это на вкус. Извините, на какое-то время я потеряла речь, дар речи. Нежнейшее мясо, чуть-чуть дымка какого-то что ли. Идеальный, не слипшийся, нерассыпчатый, идеальный рис. Вот идеальный рис. И удивительно, как играют орешки, вот эти жареные в карамели. Вкусно, безумно вкусно, но есть в мардинской кухне один минус. Невозможно остановиться. У меня будет вот такой вот живот, понимаете? Вот такой. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В этом ресторане есть музыканты, которые поют только для этого ресторана и поют сразу на пяти языках. Курдский, турецкий, арабский, армянский и арамейский. Вот такая вот культура. Исполняют эти музыканты народные песни с помощью традиционных музыкальных инструментов. И считают своей задачей сохранить культурное наследие региона. Вот так с первых нот сразу погружаешься в такую восточную сказку. Этот голос и музыка, оно услады для ушей. Песня оказалась чем-то вроде турецкой серенады. Ее обычно пел парень девушки, признаваясь в симпатии. Я растаяла, все. А, извините. Я уже просто, ну правда, растаяла. Я засмучалась, она так на меня пел, прям в глаза смотрела. Вот уже они такие, эти турки черноглазые. Ой, аж поесть опять захотелось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Санечка, слушай, помоги, пожалуйста, я тут голову пытаюсь помнить. Можешь поевать, а я буду споласкивать, потому что... Ну потому что. Уже все правильно делается? Все, сейчас потушим все это. Духлый номер, все, дорогие друзья, спокойной ночи, мы попробовали, это полы. Все, пока. Слушайте, ну быть в Турции и не посмотреть перед сном турецкий сериальчик день зазря. Так что, вам спокойной ночи. А я еще одну серию, Олеж, обещаю, и все, и спать. Доброе утро. А пока Юля только продирает глаза, я уже выехала за город. Вокруг Мардино полно древних древностей. Одна из которых город Дара, куда мы с вами сейчас и направляемся. Поговаривают, что там очень и очень интересно. Ну и конечно же есть на что посмотреть. Дара – древний римский город, который процветал полторы тысячи лет назад. Со временем был заброшен и забыт. А нашли его совершенно случайно. Стоял, значит, дом и здесь была вот насыпь. То есть вот то, что вы сейчас видите, этого ничего не было. И, значит, кусочек дома начал вымываться. Начали копать, при том, что вот вы сейчас видите, вот это вот все выкопанное внизу, вот это вот люди обнаружили абсолютно случайным образом. Вы только посмотрите, вот этого же тоже ничего не было. Это все раскопали, представляете? Жили-поживали ребята, добра наживали, кур кормили. А у них тут под домом целая история. Пойдемте посмотрим поближе. Короче, чтобы вы понимали, друзья, это место раскопали совершенно недавно. То есть настолько недавно, что они даже не успели поставить кассу для туристов. Посмотрите, насколько глубоко уходит это вообще что. Это у меня в голове не укладывается. Вы представляете, люди жили-поживали, добра наживали. А это что вообще такое? Вы понимаете, вы сидите дома, пьете чай с печеньками, да, там в шахматы играете, а у вас под домом вот такая вот история просто, кто здесь жил, ходил, что здесь делал, тут вообще что происходило, это остается только догадываться. Вы только посмотрите на эти колонны. Высота строения 25 метров. И внизу оно выглядит еще более впечатляющим. Напоминает храм или замок из какого-то фэнтезийного фильма. Посмотрите опять-таки же на размеры вообще вот этих камней. Это просто загадка, как в те времена, вот сколько я четыре года в Решке катаюсь, каждый раз, когда я натыкаюсь на такие постройки, на такие памятники архитектуры, у меня только один вопрос, как в те времена строили вот такие вот бандуры, такие колонны, такие водохранилища, храмы, да что угодно. Как? А потом это просто взяло и засыпалось землей, да, то есть вот как-то взяло и перестало существовать. И потом на месте, значит, этого водохранилища вырос какой-то маленький домик, в котором начали жить люди, пасти кур, кушать картошку и пить чай. А потом как взяли дружные и обалдели. Офигеть, у меня не укладывается в голове, просто я не могу в это поверить. По словам ученых, все это подземное водохранилище, которое римляне наполняли водой, чтобы во время многомесячных осад города не изнывать от жажды. Вкратце расскажу примерно, как все происходило здесь с набором воды. Наверху стоял акведук, и по нему с разных горных рек сюда спускалась вода. И вот так вот она здесь набиралась, 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 набиралась. И как вы видите, помещение полностью закрытое, то есть нет солнечного света, для того чтобы не появлялся грибок и вода была чистой питьевой. И потом с каких-то вот отверстий, может быть даже с тех, пока мы этого не знаем, с ведер эту водичку набирали и пили. Вот такая вот история. А еще знаете, что уникально? То есть это место пока не открыто для туристов. То есть мы первые практически здесь. И это всего один процент, которые раскопали археологи. Один процент. Представляете, что будет дальше? Я тоже решила не сидеть сложа руки и отправилась за город. Город Мардин и его окрестности – это музей под открытым небом. Здесь куда ни глянь, везде старина, везде история, везде здание, которым много и много веков. Я приехала в деревню Призрак. Называется она Де Рейчи и ей уже около 14 веков. Когда-то это была процветающая густонаселенная деревня с тремя церквями, пышными садами и частной винодельней. Ничего себе. Слушайте, ну атмосферненько здесь. Какие-то дома совсем уцелели, сохранились, стоят как новые. А какие-то, видите, уже практически разрушены. И ни души, вообще никого. Представляете, сколько здесь всего случилось за все это время? Сколько ног здесь прошло, сколько, не знаю, любовных историй случилось, каких-то перипетий. Здесь рождались, появлялись, умирали поколения, а теперь здесь никого. Люди променяли вот эту всю сельскую романтику, горы, природу на комфорт городской жизни. Как-то грустно даже. Немного. Прикол в том, что в Европе такое место превратили бы в музей. Отреставрировали, разрекламировали, сделали платный вход и здесь босновали толпы туристов. А вот в окрестностях Мардино таких деревень десятки. Многие из них уже не имеют названия и даже не указываются на современных картах. Но в этом и есть главная прелесть таких мест. Брррр, как-то немного не по себе, если честно. Тем временем я приехала к еще одной части древнего города Дара, которую копали ученые. На первый взгляд эти строения похожи на первобытные жилища или кельи монахов. Но это далеко не так. Сейчас мы с вами проходим не мимо пещерок каких-то уютных. Это все склепы и в целом это все одно большое кладбище. Простолюдинов обычно хоронили в земле. А для знати специально выдалбливали усыпальницы в скалах. Удивительное конечно место, знаете, вот эти вот отвесные скалы, скажем так. Вообще чем-то напоминающие какой-нибудь, я не знаю, Гранд Каньон. Очень сложно поверить, что все это действительно усыпальницы какие-то. То есть гробницы и во всех этих выемках похоронены люди. Такое кладбище я точно вижу впервые в жизни. Но самое интересное находится внутри этих склепов. Вот в этих вот боковых, скажем так, отверстиях раньше хоронили каких-то очень, ну, знатных персонажей. И, значит, какое было поверье, то есть когда тело истлело и остались только кости, местные выбрасывали их вот сюда в яму вниз. Тут вот можно увидеть эти косточки, их тут очень-очень много. Потому что считалось, что душа улетала вот через это отверстие, его тоже можно увидеть. И все, кости уже не нужны и они не имеют никакой ценности, поэтому их сбрасывали вниз вот в яму. И в этих отверстиях боковых хоронили уже новые-новые тела. Вот здесь вот, кстати, видно прям целиком скелет. Я вообще первый раз такое вижу. То есть это не музей, где вот сцеплено все какими-то, да, вот этими проволочками, там какими-то гвоздичками. Это вот когда-то живший здесь человек. А если посмотреть вниз, это вообще можно с ума сойти, там все в костях. Все, абсолютно все в костях. Сложно поверить вообще в реальность. То есть, вы понимаете, ну это, это невозможно. Их тут тысячи, просто тысячи, уникальное место. А я продолжаю исследовать окрестности Мордина. Говорят, на одной из местных вершин находится священное место, где до сих пор можно увидеть останки древних богов. Правда, туда еще нужно добраться. Что такое? С чего ты начинаешь? Блин, ребят, у меня походу машина на летней резине. А мы с вами в зиму приехали. Здесь же снег, я это не учла, как добрала тачку. Ёлки-палки. Не едет. Ну-ка сейчас разгончик чуть-чуть возьму. Так, погнали. О-оу. О черт, о черт, о черт, о черт. Все, нет, я не еду. Все, дальше пешком. Мой цвет волос за меня вам все объяснит. Ставим на паркинг и идем дальше ножками. Слушай, в этом летнем плащике, конечно, красиво, но холодно. Олеж, дай мне свою шубу. Давай снимай, давай. Вот так. Ты думал, я тебе ее подарила? Я дала поносить. Высота, кстати, уже две тысячи метров. Аж чуть больше. Молодая и перспективная ведущая Юлия Колырь превращается в бабу Юлю. В уши задувает, хочется тепла. 25 минут в гору и я на месте. А это двухтысячелетнее святилище древней цивилизации Коммагену. Даже не верится, что это правда. Все существовало. Это история. Это все было. Огромное количество лет и оно оцелело. Ее правитель Антиох был безумцем, который страдал манией величия. Он создал новую религию, в которой объявил себя Богом наравне с Зевсом и Аполлоном. Но если вот это Антиох, то очень похож на него Аполлон. Получается, Антиох себя еще и чуть-чуть там отфотошопил, под Аполлона себя закосил. Смотрите, вон там Аполлон, а вот тут Антиох. Блин, вот это да! Одержимый идеей божественной славы, он сам поверил в свою же сказку о бессмертии. Бесстрашно пошел в бой и сразу же был убит. Мораль всей басни такова. Любите себя, но не заигрывайтесь. Везде должен быть баланс. Его тело похоронили здесь же, вон под тем холмом. Который, кстати, считается самым высоким курганом-гробницей в мире. Его высота почти 50 метров. Местечко такое, сильное энергетически, даже несмотря на самовлюбленного этого Антиоха. Две двести высота. И здесь такие сооружения, это ж надо конкретно люди постарались. Есть в окрестностях Мардина еще одно интересное место. Я приехала в монастырь Дейру Зафаран. А если более романтичным языком, шафрановый монастырь. Это один из старейших монастырей в мире. Называется он так из-за растения шафран, которое раньше обильно росло вокруг монастыря. По легенде основал его сам ученик Иисуса Христа, апостол Петр. Но официально монастырь был построен позже, в пятом веке. Какая красота. Друзья, просто не передать словами, посмотрите, как красиво. Только представьте, сколько этому монастырю лет. Если я не ошибаюсь, полторы тысячи, полторы тысячи. Одно из самых уникальных мест монастыря – так называемый Дом Святых. Ух ты. Друзья, вот сейчас самое интересное. Здесь в стенах покоятся мощи святых патриархов и митрополитов монастыря. Если мы с вами подойдем поближе, то мы увидим вот такие вот вмятины. Это следы рук человека, пальцев. Скажем так, это стена, молитвенная стена желаний. То есть люди прикладывались и о чем-то просили. И говорят, что все, о чем здесь попросишь, все, что пожелаешь, обязательно сбудется. Вот, поэтому, конечно же, я тоже здесь загадаю желания. Когда будете загадывать желания или просить о чем-то, нужно обязательно свои пальцы вставить вот в эти отверстия. Все, тихо, я загадываю. На самом деле, я не знаю, самовношение это или нет, но когда ты погружаешься в свои мысли, ну реально чувствуешь какую-то энергетику, которая тебя наполняет изнутри, и прям как будто какой-то, как будто описать, как будто какой-то груз. Но не в плохом смысле слова, а в хорошем. Как будто что-то тебя вот так вот наполняет, и с каждой секунды ты понимаешь, что тебе нужно еще больше и внимательнее относиться к своему желанию. То есть максимально внимательно относиться и максимально быть уверенным в том, что ты просишь. Надеюсь, сработает. На обратном пути в Мардин я заехала посмотреть на главную достопримечательность всего региона. Казалось бы, река и река, ну, слышали, да, где-то в школе, на руках географии, истории, река Ефрат. Но на самом деле она имела судьбоносное значение для государств древнего мира. Ефрат называют еще прародиной человечества. Ведь именно на ее берегах возникла Месопотамия, первая известная цивилизация на земле. Согласно легендам, свои воды она берет в Эдемском саду. На ее дне лежат несметные сокровища, а если река высохнет, наступит конец света. Да, такая здесь мощь и тишина, знаете, вот прям природа в чистой ее сущности, в чистом виде. Нужно стоять часами просто, думать о своем. Очень приятное место. В этом сезоне мы спрятали уже полторы тысячи долларов в разных точках земли. Финальные 100 баксов от девчат. Заветный клад от Орла и Решки будет ждать вас у подножья моста Ниссиби. За кафе Зинар в груди камней. Под мостом, романтично. Сделано. Мордин – это непривычная всем Турция. Город, неизведанный даже турками. Нееет! Он не подойдет любителям ол-инклюзива и морька. Средневековая восточная сказка. Мордин для более изысканных путешественников. Вы понимаете, что парни просто на скорости гоняют ослов? Которые хотят прикоснуться к чему-то древнему, великому и непостижимому. Это же просто вааааааа. Просто как будто бы где-то путешествуем во времени. Это невозможно. Их тут тысячи. Атмосферненько здесь. Вы сидите дома, пьете чай с печеньками, а у вас под домом вот такая вот история. Вид конечно здесь просто помрачительнее. Друзья, обязательно приезжайте. Вот она, Турция, какая она разная бывает. Там и все Стамбул и Анталия, Стамбул и Анталия. Вот, пожалуйста. Смотри, какое место я отрыла. Уже беги сюда скорей, посмотри, как здесь красиво, боже, балдежно. Как романтично и классно для того, чтобы подвести итоги нашего сезона, дорогой друг. Я не буду спрашивать, как твой уикенд. Зрители сами все видели, нет на это времени. Давай лучше поговорим про наш сезон. Что самое смешное, что ты помнишь из нашего прекрасного приключения длиной в 15 программ? Самое смешное – это ты, брат. Ты самая смешная. Ты каждый день меня веселил, заставлял улыбаться, иногда злиться потом улыбаться, но так или иначе мы столько, сколько мы смеялись за этот период, я в жизни столько не смеялась никогда. Знаешь, что я хочу сказать, друзья? На самом деле, я не чаще вам рекомендую. Путешествуйте, берите с собой лучших друзей, получайте самые искренние, самые настоящие эмоции. И я надеюсь, что наш сезон доставил вам самое огромное наслаждение, самое огромное удовольствие. И вы, если кто вдруг не верил, поверили в настоящую женскую дружбу. Мы вас очень сильно любим. Это ты готовилась или это все само? Нет, это профессионализм девочка моя. Ей четыре года отработала. Мы вас любим, друзья. Я надеюсь, что я смогу ее вернуть еще на сезончик. Всем пока. Спасибо, что смотрели нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok